Паранормальные явления На самом деле, российское правительство и военные относились к этому явлению очень серьезно. Они откровенно лгали своему народу. Советские НЛО Майя 2002 года. В отдаленном районе, в 160 километрах от Москвы, исследовательская команда «Космопоиск», изучающая НЛО, ищет следы пребывания неопознанных объектов. Мы собираемся исследовать этот лес. Местные жители говорят, что именно сюда очень часто прилетают разного рода НЛО. Советские уфологи занимаются НЛО с 60-х годов прошлого века. Они утверждают, что на протяжении многих десятилетий тысячи граждан были свидетелями появления в небе над Россией необычных летающих объектов. Сегодня уфологи России могут открыто и безбоязненно рассказывать о своих находках. Но так было не всегда. До объявления политики гласности, независимые исследователи НЛО в Советском Союзе проводили свои работы в обстановке строгой секретности. В те времена официальные власти не признавали существование НЛО и отрицали любые факты их появления над страной. Другой точки зрения на эту проблему быть не могло. Исследование НЛО в бывшем Советском Союзе было занятием очень непростым, так как приходилось сталкиваться с серьезным противостоянием властей. Но в то же время советское правительство проводило собственные закрытые исследования. Мы знаем, что русское правительство тайно занималось этой проблемой на протяжении 40 лет. Они относились к этому очень серьезно. Мы также знаем, что были различные попытки даже совсем недавно представить это сущей ерундой с вязкой баллонской колбасы. Результаты самого серьезного секретного исследования НЛО в СССР стали доступны общественности в 2000 году. Исследовательская группа, состоявшая из ведущих ученых и военных экспертов, была полностью засекречена. Ее деятельность началась в 1978 году и закончилась спустя 13 лет. Конечно, это сотрудничество между Академией наук и Министерством обороны не афишировалось. Формально эта работа была закрытой. В этих исследованиях участвовали секретные организации, поэтому их нельзя было предавать огласке. Полковник Борис Соколов был координатором этих работ. Вскоре после распада Советского Союза он встретился с Джорджем Кнапом, американским журналистом, который вел собственное расследование. Соколов рассказал нам, что так же, как и в Америке, в 90-95% случаев появлением НЛО находились разумные объяснения. Но в 50-10% истолковать эти факты было невозможно. В течение 13 лет советские ученые тщательно исследовали самые загадочные случаи появления НЛО над Россией. В 68-м году оператор, снимавший на пленку испытания советского реактивного самолета, заметил в небе огромный объект треугольной формы. Он сфокусировал на нем камеру и записал все, что происходило. В 77-м году в Петрозаводске необычный воздушный объект посылал вниз на город световые лучи. Некоторые очевидцы утверждают, что это привело к образованию на окнах и в бетоне маленьких отверстий. В 82-м году служащие воинской части, где размещались межконтинентальные баллистические ракеты, стали свидетелями появления в небе нескольких ярко светящихся шаров. Через пару секунд световой индикатор сообщил о том, что ракеты переведены в состояние подготовка к запуску. Неужели именно НЛО чуть не спровоцировали ядерную атаку? О появлении НЛО над Россией сообщалось не только в советский период. Сведения о летающих объектах странного вида относятся и к более давним временам. Однако до определенного момента никаких реальных исследований не проводилось. В начале 20-го века произошло событие поистине грандиозного масштаба, которое потребовало серьезного анализа. Тунгуска, 30 июля 1908 года. В отдаленном районе Сибири утренняя тишина была сотрясена взрывом. Мощный толчок можно было почувствовать на расстоянии в полторы тысячи километров. Был огромный огненный шар, взрыв мощностью в 15 мегатонн. Это примерно в тысячу раз больше, чем взрыв в Хиросиме в конце Второй мировой войны. Это было экстраординарное событие. Прошло почти 20 лет, прежде чем ученые, представляющие официальную власть, добрались до места катастрофы в районе Тунгуски. Первой экспедицией, которая занялась исследованием местности, руководил русский геолог Леонид Кулик. Когда экспедиция прибыла в район Тунгуски в 1927 году, местные жители с большой неохотой показывали ученым район катастрофы. Они думали, что Бог Огди опустошил это место за творящееся там зло. Бог уничтожил деревья и убил животных. В конце концов, Кулик убедил местных жителей показать ему место катастрофы. Считая, что причиной мощного взрыва стал метеорит, Кулик предполагал найти кратер на месте падения метеорита, но, к своему удивлению, кратер он не обнаружил. Он занялся поиском метеоритного вещества на прилегающих территориях, потому что часто при ударе о землю метеорит разрушается, и его осколки можно найти по периметру кратера. Но он, конечно, ничего не нашел. Открытие Кулика дало толчок спорам об НЛО на многие десятилетия. В эпицентре взрыва находилось болото вечной мерзлоты с рощей из высоких деревьев посередине. Именно они остались нетронутыми, а 10 миллионов деревьев вокруг болота были повалены так, что получился симметричный круг. Здесь была огромная площадь, где произошел взрыв, но не было кратера. Также не было ни метеорита, ни его осколков. На 30 километров повсюду лежали обожженные деревья, поваленные в радиальном направлении. Немного позже на Тунгуске побывали и другие экспедиции с целью исследовать это необычное явление. Вероятно, существовали еще какие-то данные, полученные в результате работы другой экспедиции, посланной в конце 1940-х годов главой советских спецслужб. Нам точно известно, что такая экспедиция была, но мы не знаем, что случилось с ее участниками и с материалами, которые они собрали. Другим обстоятельством, озадачившим ухологов, были данные о радиационном поражении в районе Тунгусского взрыва. Сообщалось о мутации растений и даже о том, что у нескольких человек возникли некоторые генные нарушения. В 1947 году полковник советской армии Александр Казанцев выдвинул оригинальную гипотезу. Он опирался на данные о разрушительных последствиях американских атомных бомбардировок Японии. Он слушал доклад о ядерной бомбардировке, выступавший долго и очень подробно рассказывал о характере разрушений, о том, как сметало дома и деревья, о том, как все превращалось в руины. Казанцев понял, что то, что испытала на себе Хиросима, почти на полстолетия раньше, случилось на Тунгусске. Александр Казанцев предположил, что характер поражения в районе Тунгусске, внешне схожий с разрушениями от ядерного взрыва, должен был возникнуть при крушении космического корабля инопланетян, работавшего на ядерной тяге. Но научное сообщество категорически отвергло эту НЛО-теорию. Ученые утверждали, что взрыв на Тунгусске стал следствием редкого, но объяснимого природного явления. Они полагали, что на высоте около 5 километров взорвался столкнувшийся с Землей астероид. Вхождение астероида в земную атмосферу сопровождалось силовыми нагрузками. В результате астероид начал тормозить и сдавливаться. В определенный момент он взорвался. Ударная волна просто смела лес, повалив деревья в направлении от эпицентра. Но как, исходя из теории о взрыве астероида, можно объяснить радиационное поражение в районе Тунгуски? Ученые говорят, что это может быть связано с исключительной мощностью взрыва. Как мы уже упоминали ранее, мощность взрыва на Тунгусске была в тысячу раз больше, чем мощность взрыва в Хиросиме в конце Второй мировой войны. Взрыв мог сгенерировать высокоскоростные потоки заряженных частиц, что и могло стать причиной некоторых мутаций в генной структуре растений и животных. Но и до настоящего времени объяснения ученых не удовлетворяют многих уфологов. Я несколько раз был в районе катастрофы на Тунгуски. И я намеренно никогда не использую слово «метеорит». Думаю, что катастрофа астероида, кометы или любого другого природного объекта не смогла бы привести к таким последствиям. Целый ряд экспедиций обнаружил такие вещи, которые невозможно объяснить. Некоторые утверждают, что это был инопланетный корабль. Это своего рода магическое объяснение, которое вы используете, когда у вас нет правильного научного подхода для объяснений физики явления. На протяжении второй половины 20-го века появление неопознанных летающих объектов над Россией объяснялось магическим путем. Однажды это помогло раскрыть один совершенно секретный военный проект. Советские НЛО Шел 1948 год. Вторая мировая война закончилась, но уже наступал период Холодной войны. Советский лидер Иосиф Сталин начал блокаду Берлина и приказал своим ученым создать ядерное оружие, не уступающее американским. По некоторым утверждениям, именно в это время у Сталина появился интерес к НЛО. Говорят, что его заинтересовали в этой связи сообщения о появлении НЛО в 1947 году в Розвилле, штат Нью-Мехико. Нью-Мехико в 1947 году привлекало советских шпионов, поскольку здесь было много интересного. В первую очередь, 509 группировка атомных бомбардировщиков. С учетом всего этого, Сталин приказал Королеву, основоположнику Российской космической эры, проанализировать информацию о крушении НЛО в Розвилле и сделать свое заключение. Господин Королев пришел с ответом. Да, НЛО существует. Но они не представляют непосредственной угрозы. И после оценки всей информации, которую русским удалось получить по Розвиллу и НЛО, Королев сделал заключение, что НЛО — это реальность, и они управляемы интеллектом. Об этом он и сообщил Сталину, а Сталин, в свою очередь, сказал, вот так и другие мои люди считают. Хотя доказательств того, что этот разговор действительно состоялся, не существует, в последующие годы несколько советских научных организаций начали исследование НЛО. Сталин, после получения этой информации о Розвилле и об НЛО в целом, сделал, в общем, то же, что делало американское правительство. Официально НЛО признаны не были, но, тем не менее, начались секретные исследования. В распоряжении Сталина имелись высококлассные ученые. Они должны были изучить проблему, а потом доложить результаты военным властям. Также от общественности были скрыты отчеты о НЛО, составленные советскими военными пилотами с середины 50-х до середины 60-х. Летчики сообщили о 15 тысячах случаев появления в воздухе необычных объектов. Очень трудно найти пилота, который летал бы много лет и никогда не видел НЛО. Большинство из этих наблюдений могут быть легко объяснимы. Во времена взаимного подозрения сверхдержав, полеты американских самолетов-шпионов и разведывательных шаров через воздушное пространство Советского Союза были обычным делом. Но Джордж Кнап нашел некоторые из отчетов летчиков, наблюдавших действительно странные явления. Было 40 случаев, когда русские военные самолеты посылались в погоню за НЛО. Это не температурная инверсия, не метеорологический шар, не болотный газ. Это летательные аппараты, кружившие в российском воздушном пространстве. Несмотря на то, что пилоты продолжали сообщать о странных объектах в воздушном пространстве, никто из них не мог подтвердить реальными фактами свои наблюдения. Но в 1968 году в небе над Ригой, в Латвии, на пленку был заснят необычный объект. Киногруппа, снимавшая советский агитационный фильм, наблюдала за испытательным полетом реактивного истребителя-перехватчика. В это время пилот заметил высоко в небе странный корабль. И внезапно пилот закричал, смотрите, снимайте это. Мы взглянули на небо и увидели треугольный объект на огромной высоте. Самолеты и истребители начали набирать высоту для того, чтобы рассмотреть объект поближе, но он быстро скрылся за облаками и больше не появился. Позже был проведен анализ, из которого следовало, что он находился на высоте примерно 11 километров. Фильм был послан в Кремль, где он оставался закрытым для общественности много лет. Они действительно отнеслись к происшедшему серьезно. Я говорю серьезно, потому что фильм был изъят. Он был объявлен абсолютно секретным. Лишь недавно специалистам удалось увидеть этот фильм. Некоторые утверждают, что этот документ убедительно доказывает существование НЛО, но скептики считают, что, скорее всего, это был французский воздушный шар для высотных исследований. Так как все официальные работы по НЛО были покрыты завесой секретности, в СССР начало формироваться подпольное сообщество уфологов. Они не афишировали свои исследования. Русские, которые занимались изучением НЛО в то время, рассказывают, что они находились под сильным давлением со стороны советского правительства. Они делали все с оглядкой. Лидером неофициальных исследований НЛО был Феликс Зигель, человек, которого считают отцом советской уфологии. Феликс Зигель был ученым, профессором математики и астрономии в Московском авиационном институте. Он хотел понять природу странных объектов, появляющихся в небе над его страной. Зигель бросил вызов советской системе. Он читал лекции о паранормальных явлениях, организовывал независимые исследования и призывал соотечественников сообщать о случаях появления НЛО. Для того времени это был очень рискованный шаг. Мы не можем, конечно, сказать, что людей за это сажали в тюрьму, но все-таки Зигель пострадал. Его преследовали на работе, в МАИ. Он подвергался гонениям со стороны властей. Зигель и его соратники распространяли информацию об НЛО, используя нелегальную прессу, сам издат, литературу, которая публиковалась частным образом. Кремль решительно запрещал это. В то время брошюры публиковались в сам издате. Они представляли собой, например, подборки наблюдений и писем, отпечатанные в количестве пяти-десяти экземпляров. Все материалы печатались на машинке под копирку. Самиздатовские статьи распространялись через доверенных людей, которые тайно передавали копии от одного человека другому. Информация об НЛО распространялась таким полуподпольным образом вплоть до 1967 года, когда неожиданно ситуация изменилась. Казалось, что уфологам дали послабление со стороны государственной цензуры. Сегодня понятно, что это послабление было дымовой завесой. Сложная игра началась в 1967 году, когда гражданам сообщили о неоднократных появлениях серповидных НЛО в небе над Украиной и в Нижнем Поволжье. Их видели также намного южнее, вплоть до Кавказа. Астрономы в обсерваториях могли наблюдать эти серповидные объекты, перемещающиеся горизонтально с запада на восток. Они все направлялись на восток. По неизвестной тогда причине, власти разрешили освещать в прессе эти события. Не были также запрещены и независимые расследования. Феликс Зигель должен был создать комиссию, состоящую более чем из 200 научных и военных экспертов. В октябре 1967 года они собрались в Центральном доме авиации и космонавтики в Москве. Перед учеными стояла задача определить причину массового появления НЛО. Комитет Зигеля обратился по телевидению и в газетах к советским гражданам с призывом сообщать информацию о странных объектах. Кажется, впервые в истории страны НЛО стали открытой темой. Это было как глоток свежего воздуха. Советским гражданам дали возможность свободно обсуждать запрещенные темы. Ситуация, которую трудно было себе представить в то время. И, увы, это не продлилось долго. Через несколько месяцев после телевизионного обращения Зигеля стальные челюсти советской цензуры опять сомкнулись. А БНЛО вновь стали умалчивать. Этой темы запретили касаться и в средствах массовой информации. А комиссию Зигеля распустили. Комиссия должна была поощрять людей делать соответствующие заявления. И как только туда начали поступать сообщения, кто-то в Москве все это свернул, ликвидировал комиссию, прекратил публикацию очередных работ и поставил крест на этом деле. Общество немедленно стало обвинять Кремль в лицемерии и лжи. В том, что это было прикрытием, нет никаких сомнений. Вопрос в том, что стояло за всем этим. Сторонники НЛО верят, что это были действительно визиты инопланетян. Но думаю, что доказательства здесь не нужны. Они пытались скрыть за этим испытания своих собственных секретных летательных аппаратов военного назначения. Джеймс Обер, ученый и консультант НАСА, пришел к этому заключению в 1977 году после изучения съемок запуска советских космических ракет и сравнения этих данных с запусками 1967 года. Он установил, что объекты в форме полумесяца, которые многие наблюдали в небе, не являются внеземными по своей природе, а могут быть секретными испытаниями новой советской боеголовки. Люди в этом районе часто наблюдали ракеты, особенно в ночное время. Они видели длинные сияющие следы, даже слышали звук ракет. А власти говорили им, что это нечто необычное. Так возник феномен НЛО. Позднее Пентагон окрестил эту систему частично орбитальная система бомбардировки. У советов была весомая причина держать эти испытания в секрете. Она была создана так, чтобы преодолевать наши радары. Это было оружие первого удара. Это была одна из тех жутких систем, которые создают, если хотят нанести скрытый удар. Иметь такое оружие было вообще незаконно, так как в 1967 году США, Россия и другие страны подписали договор, запрещающий размещение на орбите ядерного оружия. Почему после многолетнего ограничения на распространение информации о НЛО власть на короткий период сняла запрет в 1967 году? Сегодня очевидно, что это был преднамеренный шаг для того, чтобы ввести в заблуждение советских граждан и международное сообщество относительно истинной природы наблюдавшихся явлений. Советское правительство не хотело, чтобы люди понимали, что происходит. Не хотели, чтобы, например, американцы догадывались об этом. Это был удачный камуфляж. Внимание людей было отвлечено. Поскольку речь шла об НЛО, то западные журналисты имели повод посмеяться, а не изучать его. Стратегия советского правительства была построена на том, чтобы не мешать людям видеть в этих объектах летающие тарелки. Но стратегия сработала против ее авторов, после того, как большой объем данных об НЛО, собранных комиссией Феликса Зигеля, был опубликован. Советское правительство осознало, что эти отчеты на самом деле могли раскрыть их военные секреты. В них не было деталей, но они были достаточно точными, чтобы ЦРУ могло их использовать, попадя эти данные туда. Власти сказали, черт возьми, и решили, больше в Советском Союзе не публиковать никаких сообщений об НЛО. На 10 лет публичная дискуссия об НЛО была действительно остановлена. Но ситуация изменилась в 1977 году с появлением в советском воздушном пространстве объекта странного вида. Его наблюдали тысячи людей. Он превратился во что-то похожее на Медузу. С помощью своих щупальцев объект посылал на город световые лучи. 20 сентября 1977 года, когда над российским городом Петрозаводском начинался рассвет, эффектный объект, парящий в воздухе, осветил небо. Этому случаю суждено было стать самым изучаемым в советской истории появлением НЛО. Петрозаводский феномен считается одним из самых значительных аномальных явлений на территории нашей страны. Приблизительно в 4 часа утра гражданские лица и военнослужащие сообщили, что наблюдают огромный, похожий на звезду, корабль, летящий в небе. Набирая высоту, объект подлетел к городу, покрутился над ним, а затем повернул в сторону горизонта. Люди на улицах видели эту сверкающую медузу. От ее яркого ядра в форме перевернутого блюдца к земле тянулись щупальца. Впечатляющее зрелище длилось примерно 10 минут. Свидетели утверждали, что это появление НЛО сопровождалось множеством странных фактов. Люди сообщали о всевозможных сопутствующих явлениях. Они ощущали запах озона, их компьютеры ломались, водители теряли управление. Сложнее всего было объяснить появление ровных отверстий с оплавленными краями в стекле и камне, в тех районах, где пролетал объект. Объяснений этому факту нет. Есть лишь прямая корреляция по времени. До происшествия отверстий не было, а после него они появились. События в небе над Петрозаводском, которые наблюдали тысячи людей, было невозможно отрицать. В то время, как для советских граждан увиденное оставалось тайной, консультант НАСА Джеймс Оберг быстро разобрался в этом явлении. Благодаря моей связи с космической программой и знаниями в области космонавтики, я смог разобраться в этом вопросе за считанные часы. В то утро, как раз в тот момент, когда люди наблюдали НЛО, с секретного космодрома, расположенного к северу от Москвы, был осуществлен запуск ракеты. Этот медузообразный объект образовался в результате запуска спутника шпиона «Космос-955». Освещённые лучами восходящего солнца инверсионные следы от ракетных двигателей создали эффект щупальцев, которые и видели свидетели. Вот такое оно на самом деле главное событие советской уфологии. Его называют НЛО «Медуза». Его нисходящие потоки света оказались ничем иным, как следами от ракетных двигателей. Так же, как и в других случаях, с массовым наблюдением НЛО у власти была весомая причина скрывать правду от своих граждан. Спутник был запущен с секретного военного аэродрома Плесецк, одной из нескольких закрытых ракетных баз, рассредоточенных по территории Советского Союза. Некоторые уфологи принимают версию о запуске спутника, считая, что она убедительно доказывает происхождение необычного объекта, но большинство убеждены, что в этой истории достаточно темных пятен. Например, трудно объяснить появление лучей, которые прожгли стекло. Когда образцы стекла были проанализированы в Институте метрологии в Москве, было сделано заключение, что эти отверстия возникли из-за плохого качества стекла, так что имел место чисто технический дефект. Я не верю, что запуск секретного военного спутника объясняет появившееся в стекле отверстие. Мое личное мнение, нет, это неземная технология привела к такому эффекту. Были некоторые сообщения об отверстиях, просверленных в оконных стеклах и в камнях на мостовых. Я видел эти отчеты, не могу ничего объяснить. Все эти разнообразные вторичные эффекты, эти дополнительные сообщения типичны для ситуации, когда люди видят в небе нечто шокирующее и скоротечное. Потом они оглядываются вокруг себя в поиске дополнительных доказательств. Хотя объяснить происхождение загадочных отверстий так и не удалось, события в Петрозаводске имели достаточно серьезные последствия внутри Кремля. Результатом этого инцидента стало решение советского правительства создать секретную программу по изучению НЛО. В течение нескольких недель, последовавших за событиями в Петрозаводске, Советская Академия Наук получила запросы из нескольких европейских стран относительно природы происшедшего. В ответ Академия Наук обратилась к Кремлю с просьбой разрешить секретные исследования аномальных явлений. Понимая, что большинство НЛО не являются чем-то паранормальным по своей природе, ученые признавали, что не могут подвести под научную основу все случаи наблюдения НЛО. Академия Наук не может ни игнорировать, ни объяснить паранормальный феномен, похожий на тот, что наблюдался в сентябре 77-го года в Петрозаводске. Программа была организована так, чтобы показать, что мы не знаем ответов на эти вопросы и должны заниматься их решением на научном уровне. Вот таким путем в Советском Союзе официальная научная программа по изучению аномальных явлений и внеземных летающих объектов начала свою работу. В 1978 году программа, которая впоследствии стала известна как Институт 22, официально стартовала. Изучение НЛО продолжалось 13 лет и было полностью скрыто от внимания общественности. Но зачем советскому руководству нужно было тратить время и деньги на исследования явлений природы, которых уже известно? Неудивительно, что советские военные исследовали какие-то факты, даже если понимали, что за ними стоит. Советы традиционно занимались шпионажем внутри страны так же серьезно, как они это делали в отношении Запада. Если они уже знали, что это были испытания ракет, зачем им в секретном порядке понадобилось исследование, охватывающее всю страну? Я имею в виду, не похоже, чтобы результаты этих исследований собирались публиковать. В то время, как о тайных целях создания такой группы можно спорить, не вызывает сомнений одно, исследования, которые она проводила, были достаточно весомыми. Научная работа в рамках Института 22 велась совместно с Академией наук и Министерством обороны. Сотрудничество с Министерством обороны было очень полезным для Академии наук, так как по понятным причинам Министерству обороны гораздо легче было получить информацию, которой у нас доступа не было. Вооруженные силы получили задание изучить влияние НЛО на работу военного оборудования и то, насколько вообще это влияние возможно. К тому же, сотни тысяч солдат, моряков, летчиков должны были вести наблюдения за воздушным пространством и своевременно сообщать об увиденном. Однако никто из военных точно не знал, для чего все эти доклады нужны. Министерство обороны имеет огромный потенциал для проведения наблюдений. Во-первых, военные части расположены по территории всей страны. Во-вторых, в отличие от гражданских организаций, приказ Министерства обороны является достаточным основанием, чтобы каждый военный стал наблюдателем. И это все хорошо работало. Каждая отдельно взятая часть во всей гигантской советской военной империи должна была участвовать в этом исследовании. Так что любой подозрительный объект, любая аномалия в небе должна была быть всесторонне изучена. Ученым было предписано исследовать физическую природу так называемых паранормальных явлений. Данные, собранные военными и учеными, анализировались в секретной лаборатории, расположенной в пригороде Москвы. Персонал лаборатории был немногочисленным, не более 10 человек и никогда за эти рамки не выходил. Но здесь работали ученые почти из всех областей, от врачей до специалистов в радиоэлектронике, метеорологии и астрофизике. Это было сделано, чтобы изучить все возможные аспекты НЛО. Через 6 лет после своего основания Институт 22 был мобилизован на изучение особо важного случая, который мог иметь глобальные последствия. Мир оказался на грани ядерной войны. Советские НЛО Начало 80-х было временем напряженных отношений между Советским Союзом и Западом. Русские просторы начали покрываться шахтами с межконтинентальными баллистическими ракетами. В каждой содержалось ядерное оружие, нацеленное в сторону Запада. Именно на одной из таких шахт появление НЛО чуть было не спровоцировало ядерную войну. Сегодня эта шахта, находящаяся на Украине, опустела. Ракеты демонтированы в соответствии с договором о сокращении ядерных вооружений между СССР и США. Но то, что произошло здесь в 1982 году, вселяет настоящий ужас. Все началось примерно в 6 часов вечера. В окрестностях городка Белокоровича солдаты и местные жители заметили в сумеречном небе странный объект. Один из офицеров описал все, что он увидел. Я ехал на мотоцикле недалеко отсюда. Вдруг я увидел большой объект в воздухе. Он имел идеальную геометрическую форму. В это же время внутри шахты световой сигнал показал, что ядерная радета переведена в состояние запуска. Самый пугающий доклад пришел от начальника связи. Он сообщал, что каким-то образом в систему ввелись правильные коды. Но Москва не давала никакой команды к запуску. И никто из персонала, находившегося в бункере, не касался панели управления. 15 секунд, казавшихся бесконечными, технический персонал пытался остановить запуск. Потом, без всяких видимых причин, подготовка к запуску прекратилась сама собой. Ракеты были готовы к запуску, НЛО улетело, и командный пункт управления вернулся в свое нормальное состояние. Мог ли НЛО оказать воздействие на систему управления ядерной ракетой? Группа ученых из Института 22 секретной государственной организации немедленно прибыла на ракетную базу. За очень короткий промежуток времени, буквально за полдня, было установлено, что вблизи проводились военные учения. Ученые выяснили, что НЛО наблюдали как раз в то самое время и в том районе, где военные испытывали осветительные бомбы. Такие бомбы, сброшенные с самолета, обеспечивают освещение от 5 до 7 минут. Это объясняло появление странного объекта в небе, но каким образом активизировалась система запуска ядерной ракеты? То, что чрезвычайная ситуация совпала с испытаниями, конечно, чистая случайность, но это действительно случайность. Оборудование, контролирующее ракеты, несколько раз разбиралось, но никаких поломок в нем обнаружено не было. Это не был просто отказ электрооборудования. Каким-то образом были введены правильные коды запуска. Такое не происходит каждый день. Мы слышим от нашего правительства, что НЛО не является вопросом национальной безопасности. Русские власти говорят, своим людям то же самое. Они хотят нас запутать. Этот случай четко доказывает то, что национальная безопасность действительно связана с НЛО. После расследования случая с межконтинентальными ракетами, ученые Института 22 продолжили свою работу по изучению неопознанных объектов. Но есть люди, которым доводилось видеть НЛО намного ближе, чем кому-либо на Земле. Это космонавты. Первый человек в космосе, Юрий Гагарин, сказал как-то, НЛО — это реальность, и если вы позволите мне, я расскажу вам намного больше. Второй человек в космосе, Герман Титов, говорил, что видел семь НЛО, танцующих вокруг капсулы во время его короткого полета в космос. Однако даже в наши дни большинство космонавтов с неохотой говорят о любых необычных явлениях, свидетелями которых они стали в космосе. Когда кто-то говорит об НЛО всерьез, есть опасность, что над ним будут смеяться. Это может также испортить ему карьеру. Но в интервью каналу Хистери два космонавта рассказали о необычных объектах, с которыми они столкнулись в космосе. Многие космонавты наблюдали явления, которые находятся далеко за пределами восприятия обычных землян. Я 10 лет никому не рассказывал о таких вещах. Командир космической станции Салют-6 Владимир Коваленок рассказал, что 5 мая 1981 года он наблюдал с наружной стороны иллюминатора некий неопознанный светящийся объект. Объект имел форму эллипса и летел рядом с нами. Он двигался вперед, но вдруг произошло что-то типа взрыва. Возник золотистый свет. Это было очень красиво. Последовал второй взрыв и появились две сферы. После того, как мы вошли в земную тень, я уже больше не мог его наблюдать. В ходе экспедиции на станцию Мир в 1991 году космонавт Мусам Анаров во время обычной процедуры стыковки сумел заснять на видеопленку странный корабль. Я выглянул через самый большой иллюминатор. Необычный объект находился прямо передо мной. Я знаком с конструкцией всех космических кораблей, но этот был другим. Идут постоянные дебаты о том, что же все-таки наблюдают космонавты и американские астронавты во Вселенной. Скептики считают, что человек оставляет достаточно обломков и мусора на орбите, которые и могут на первый взгляд показаться чем-то необычным. В 90-х годах, пока космонавты путешествовали среди звезд, в Советском Союзе произошли серьезные изменения. Железный занавес упал. Американский исследователь НЛО Джордж Кнап отважился отправиться в Россию. Он надеялся узнать секретную информацию о контактах землян с инопланетянами. То, что он обнаружил, было потрясающе. Нам удалось получить сотни страниц ранее засекреченной информации. Начиная с середины 80-х, лидеры США и СССР провели несколько встреч на высшем уровне. Их целью было сокращение ядерных вооружений и снижение напряженности в отношениях между двумя сверхдержавами. Вскоре после одной из таких встреч президент Рональд Рейган признался, что он и Михаил Горбачев обсуждали тему контактов с инопланетянами. Я не мог не сказать ему. Давайте лишь представим себе, насколько легче была бы наша задача на этой встрече, если бы неожиданно возникла угроза этому миру со стороны пришельцев с других планет, из космоса. Мы бы забыли все разногласия, что существует между нашими странами. Рейган сделал пять различных заявлений, в том числе одно для ООН, о том, что на случай, если НЛО стали бы представлять для нас угрозу, нам бы стоило держаться всем вместе. И Горбачев ответил что-то вроде «Да, конечно, знаете, нам стоит держаться вместе». Так или иначе, мы уже объединились. Перестройка, гласность. С развалом Советского Союза в стране наступили новые времена. За тысячи километров от России, в Лас-Вегасе, штат Невада, журналист Джордж Кнап, расследовавший множество случаев появления НЛО в Америке, понял, что наступило время изучить этот вопрос и в России. Три года назад нам крупно повезло, мы получили несколько сот страниц русских секретных документов и фотографий, касающихся НЛО. Сегодня новые правила игры. Многие правительственные документы на эту тему теперь стали более доступны. Я думаю, что сегодня уже настало время двигаться дальше и узнать, что нового русские знают об НЛО. Тогда было беспокойное, сумасшедшее время, но для меня, как для журналиста, это была прекрасная пора. В 1993 году Кнап приехал в Россию и его познакомили с Борисом Соколовым, координатором Института 22. Как и многие другие бюджетные программы, Институт 22 перестал финансироваться, а сам проект был закрыт. Соколов ознакомил Кнапа с некоторыми из рассекреченных документов по НЛО. Это была информация о наиболее сложных случаях. Он выбрал из тысяч отчетов самые интересные случаи и хранил их в этих папках, и мы могли брать их и приносить их обратно. Почему русские военные всем этим занимались? Полковник Соколов сказал, что для этого были серьезные причины. Они знали, что НЛО могут совершать такие маневры, которые недоступны их самолетам. После возвращения в Соединенные Штаты Кнап придал огласки некоторых документов. В результате соотечественники осудили поступок полковника Соколова. Официально Россия была страной демократической, но коммунисты все еще имели сильное влияние. Были коммунистические газеты, которые выступали с нападками, обвиняя Соколова в продаже Родины. Но общественное презрение, которое испытал на себе Соколов, было менее серьезным наказанием, чем то, которое ему грозило бы при прежней власти. Мой друг сформулировал это так. Он сказал, что если бы это случилось пять лет назад, мы бы оказались в тюрьме. Если бы это случилось десять лет назад, то нас бы всех расстреляли. Но в 2000 году политическая обстановка позволила Борису Соколову и Юлию Платову опубликовать отчет, суммирующий результаты работ Института 22. Отчет назывался «История государственных исследований НЛО в СССР». Ученые делали вывод, что из трех тысяч рассмотренных случаев появления НЛО, 90-95% можно отнести к продуктам человеческой деятельности. Это в основном запуски ракет и исследовательских шаров. Оставшиеся 5-10% не поддаются простому объяснению. Однако это не означает, что какие-либо из этих случаев были связаны с инопланетянами или чем-то подобным. Дело в том, что раньше восторженные ухологи утверждали в печати, что все странное, что мы видели, это результат контакта с внеземными цивилизациями. Нет, нет, нет. Оказалось, что только очень маленький процент событий нельзя объяснить обычным путем. Но многие ухологи задаются вопросом. В стране, где так долго скрывалась информация и обмен мнениями был запрещен, мог ли этот отчет открыть всю правду? КГБ владеет большими архивами по этой тематике, но эти документы никто не видел. Я знаю, что в начале 90-х годов КГБ рассекретило некоторые из них, но большинство людей предполагает, что наиболее серьезные материалы все еще укрыты где-то в хранилищах. Какова судьба этих материалов? Кто хранит их? До тех пор, пока мы не увидим их своими глазами, мы не можем сказать, правда ли то, о чем рассказывает господин Платов или господин Соколов. Возможно, мы никогда не узнаем, какой объем советских материалов по НЛО остается засекреченным и что за информация в нем содержится. Большинство ученых сомневается, что в недоступных документах содержится что-либо существенное. для людей в России домыслы и слухи имеют особое значение, так как при советском строе о многих вещах говорить и даже знать было не положено. Поэтому реальность у них подменяется очень богатой мифологией. НЛО стало частью этой мифологии в России, а сама тема НЛО остается очень популярной. Но многие сторонники НЛО по-прежнему не доверяют властям. Они полагают, что доказательства контактов с инопланетянами существуют, но все еще остаются скрытыми от общества. КОНЕЦ СОВЕТСКИЕ НЛО СОВЕТСКИЕ его СОВЕТСКИЕ СОВЕТСКИЕ Продолжение следует...